Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с воскресным днем и с неделей, этим воскресеньем, в которой мы вспоминаем святых праотцов. И от Адама до Ноя, и Авраама, и отроков, которые победили язычество в стране Вавилонской, и многих других ветхозаветных праведников Церковь вспоминает сегодня в предпоследнее воскресенье пред Рождеством Христовым для того, чтобы напомнить, какой исторический и духовный путь прошло человечество, прежде чем обрело драгоценный бисер Христа здесь на земле. И сегодняшнее евангельское чтение как никогда уместно в эти предрождественские дни. Мы в молитве Господней обращаемся к нашему Небесному Отцу со словами «Да приидет Царствие Твое». Мы еще здесь на земле чаем и ожидаем великого и славного Царства Божия. И в ответ на эту нашу молитву Господь говорит о состоянии человечества, в котором оно пребывает. И сегодняшняя притча называется она «О званных на вечерю». Рассказывает о том, как царь пригласил на свой пир друзей, но они отказались. И тогда этот дом наполнился не теми, кого знал царь, ибо те оказались недостойны, а те, которых он не знал, но они с разных мест пришли на этот брачный пир. И в сегодняшней проповеди вы слышали смысл этой притчи, и, конечно, призывал нас Господь, чтобы мы не оказались в числе отреченных, то есть тех, которым Слово Божие сказано, которым дано вкусить благодати Божией и еще здесь на земле предвкушать Царство Небесное, но которые не слышат, не хотят идти за Христом и находят разные, как сказано, благовидные предлоги, причины для того, чтобы отказаться от этого прекрасного, вечного, блаженного Царства Божия. Но речь моя не об этой притче как таковой, вы слышали ее толкование, а я бы хотел посмотреть на эту притчу со стороны тех древних, нельзя их назвать христиан, потому что они жили в Ветхом Завете, но жили они по-христиански. И вот мне бы очень хотелось обратить внимание на ветхозаветных праведников, и даже сегодня они своим благочестием значительно превосходят современных христиан. Как ни странно, им не было дано видеть Господа, пришедшего во плоти, родившегося от Девы Марии. Им не дано было созерцать чудеса Христовы. Они не знали, что Дух Святой сойдет на апостолов, учеников Христа, и о том, что истинная вера будет проповедана до края земли. Они этого ничего не знали. И Господь, обращаясь к Своим ученикам, однажды сказал, «Блаженны очи, что вы видите, ибо многие праведники и пророки, как пророк Исаия или Езекииль, желали видеть этого дня моего пришествия на землю, но не видели». Как говорит апостол Павел, они трудились, побеждали полки неверных язычников, они в лохмотьях, где-то в горах скитались, чтобы благодать Божья коснулась их сердца и не видели этого ничего. Да не без нас совершенство приимут. То есть Бог хочет, чтобы мы все единой огромной человеческой семьей, всеми цивилизациями вместе вкусили от этого блаженного Царства Христова. И даже те, кто были до нас, пока еще предвкушают это состояние вечной блаженной жизни. Но посмотрите, как они жили. Мы сегодня говорим о вечере, которую уготовал Господь. То есть те блага, дары Святого Духа, которые уже сегодня можно стяжать и иметь в сердце свет Христов. Конечно, им тяжело было после Адама и Евы, когда грех царствовал в этом мире, когда люди поступали совершенно безбожно, не говоря о том, что смерть и убийство вошло в этот мир. Но взгляните на их жизнь, как они приближали пришествие Господа на землю. Каждый из них своим благочестием хотел, чтобы этот мир изменился, преобразился. И несмотря на своих соседей, соседние народы, племена, которые жили в идолопоклонстве, они стояли на правильном жизненном пути и сами хотели, чтобы Бог пришел к ним. Удивительно, сегодня в Новом Завете Христос простирает к нам руки, а мы не всегда слышим этого призыва. А там Христа еще не было, но люди распростирали руки к небу, чтобы Бог пришел в их жизнь. И воплощением этого и надежды, этого желания была замечательная традиция. Можно даже сказать, святое правило каждого, приходящего в свой дом, принимать как ангела. И мы вспоминаем сегодня, конечно, Авраама, который каждого, кто приходил, принимал как великого гостя. Он не знал, когда придет Господь, но всегда ждал Его, потому что Ему были великие откровения о Его семье, о будущем народе и о том, что из этого народа произойдет Освободитель, который исцелит народы земли. И он удостоился. Он эту вечерю накрывал Господу, чтобы тот благословил семейство. И по обетованию у Авраама родился сын его, Исаак, от которого потом родится Иаков, и от того произойдет двенадцать колен израильских, и они должны будут принимать Христа на земле. Их потомки должны стать свидетелями удивительного явления в этом мире. Бог явится во плоти для того, чтобы спасти все человечество. И Авраам сердцем чувствовал это великое спасительное действие Божие, потому что он-то помнил от своего предка Ноя, а тот от своих предков, о том, что сказал Бог Адаму и Еве в раю. Семя жены сотрет главу змия. Бог, изводя согрешивших и омрачившихся душою и телом прародителей, не выгнал их, просто так проклиная за нечестие, а он дал им сразу и надежду, обетование, что из их потомства произойдет по плоти тот, который изменит этот мир и преобразит его так, что благодать Божия вновь вернется на землю, и люди вновь смогут, разрушив преграду греха, общаться с Богом, как некогда Адам и Ева в раю. Авраам, помни эти обетования, ждал любого, кто придет, а не в этом ли образе Господь посетит его. И в Новом Завете, если мы внимательно почитаем, жития святых, есть замечательные наставления к монашествующим, которым тоже дано правило всех странников принимать и угощать, и давать им возможность отдохнуть от своего пути, ибо сказано, что многие под лицом людей принимали ангелов, и благословение Божия бывало на таких людях. И мы сегодня, зная это все, читая святые книги, а особенно священное Слово Божие, нам сегодня Церковь напоминает о том, что мы тоже на пути к Царству Божьему, и на этом пути нужны дела. Вот эти праведные ветхозаветные люди нам оставили дела свои, которые свидетельствуют об их истинной вере и о их благочестии, ибо по плодам познается дерево, а по делам познается человек, насколько он праведен и благочестив. И сегодня это слово евангельское о званных на вечерю к нам. Мы не просто здесь, в Храме Божьем, вкушаем вечерю Господню. Это самое счастливое время нашей жизни, когда за Божественной Литургией и совершается эта Великая Вечеря, приобщение к Вечному Царству Христову. Но плоды этой вечери любви, этого милосердия Божия к нам в чем заключаются? В той ответной любви, которую мы должны иметь ко Господу, а она является в двуединой заповеди. Если мы любим Господа, то надо и ближнего возлюбить, как самого себя. Значит, наше ответ, наше служение Господу, это служение людям, это возможность хоть как-то в своей жизни реализовать себя в помощи ближним, любыми средствами и способами. Будет это физический труд, или это будет милостыня, или другая материальная поддержка, а может быть, это будет доброе слово, которое остановит грешника, или его воскресит от уныния и отчаяния, а может быть, это будет просто молитва за этого человека, который пока что еще далеко от Царства Божия. Это все в наших руках, и я призываю вас не держать это в себе и как можно больше совершать добрых дел, потому что, когда мы отмечаем церковные праздники, это не значит просто прийти в храм, отметиться здесь, поставить галочку и сказать все, у меня все хорошо, я уже готов войти в Дом Божий. Немножко не так. Наоборот, служение в Храме Божьем, наша молитва, должна иметь следствие, а следствие это наше желание служить ближним. Не бывает возможности, значит молимся дома за своих ближних и за тех, кто требует от нас молитвы, кто просит нас молиться, да и кто не просит. Но когда мы имеем возможность помочь, вот здесь не отворачиваться от просящего, помочь хоть чем-то. И если уже нету сил и средств, то хотя бы молитвой, чтобы Господь услышал и помог своими средствами, которых у нас нет. Но это желание себя забыть, а ближнему помочь, это самое древнее желание ответить Богу за Его милосердие и любовь. И вот это мы должны вынести из Ветхого Завета. Эти прекрасные добродетели гостеприимства, добротолюбия, уважения к ближним, ибо в них образ Божий. Пусть помраченный сегодня, пусть не такой яркий, но в них есть этот образ Божий, ибо всех, кого привел Господь на землю, явил в этом мире, все созданы по образу Божьему. И это мы должны помнить, благоговеть перед достоинством человека, который очищен от греха и становится святым Божьим. И я желаю всем вам в эти предрождественские дни помнить о христианских добродетелях, помнить о том, что древние пока еще обгоняют нас своим благочестием и милосердием, и пока что мы еще соревнуемся с ними, а ведь у нас такие средства, которых не было у них, таинство церкви, великая молитва к Богу, Отцу Небесному, которую не имели с таким дерзновением и возможностью высылать в небо древнее. У нас есть замечательное Слово Божье, как руководство, как спасение, этот светильник во тьме, который указывает нам путь жизни. У нас много средств, у нас ангелы-хранители, у нас все есть для того, чтобы спастись самим и окружающим помочь. Так будем же и мы готовы принять Господа в свою жизнь и в свой дом. Будем, как Авраам и другие ветхозаветные праведники, не только хранить веру, но желать и наполнить свою жизнь добрыми делами. И я верю, что Господь откликнется и нас уже не в числе званых, а в числе избранных приведет на свой пир, на это великое действие в Царстве Божьем, где нет болезни, нет печалей, нету слез, нету труда, но есть благость Божья, свет и святость, которая будет пронизывать каждого человека в благо бытии, в радости и в великом общении ангельском с Богом. Я желаю всем вам подойти к этому состоянию и своими добрыми делами наследовать Царство Божье. Аминь.